Всех приветствую на своем канале. Я наконец-то собралась сесть и записать один из запросов, который у меня тут висит уже, наверное, недели две. В общем, запрос у меня был такой, продукты для губ, вообще, или коллекция продуктов для губ, как-то так. У меня слово продукты ассоциируется исключительно с едой. Когда у меня это спросили в комментах, я слегка зависла, что есть продукты. Ну и, в общем, я это решила все-таки взять себя за жаброй и записать. На той неделе я что-то была вся такая сонная, вырубалась аж 3 дня даже с 8 до 9 где-то вечера. Причем к 8 вечера уже была настолько тормозная, что элементарного могла не понимать и тормозила. Сегодня я, в принципе, тоже как-то слегка полдня чахла, сохла и так далее. Но как-то вот, посмотрев полторы серии аниме, я поняла, что надо как-то, наверное, себя уже сюда притаскивать. Кончик носа чешется. Я помню там видос про все такие болтологические запросы. Я постараюсь как-нибудь в ближайшие дни все-таки их записать. Ну и что, пожалуй, начну с того, что вот, что у меня тут отдельно пока есть. Это вот из последних, как раз вот новые, это от подписчицы Алены подарок. Это, которая вот у меня клиник, по-моему, это или блеск, или помада карандашиком таким. Я его юзала один раз, как раз вот на съемку видеообзора вот этой посылки подарка. Потом вот этот я тоже сейчас вот сегодня заюзала. Это тоже от той же девушки, от Алены. Это у нас Catrice Infinity Shine Lip Gloss. Он сейчас на мне. Но он на мне сейчас на бальзам. Или, да, наверное, все-таки это бальзам. Японская гигиеническая помадка от Nivea, которая на коробочке считалась как Nivea. Нivea, скорее всего, на этом, ибо в этом вроде как бы слегка нету в японском. Это у нас тут грейкфрут и мята, хотя он по вкусу и по виду кажется вот чисто как лимонная такая карамелька. Есть одна вещь, но я ее тогда показывала в пустых баночках, и она у меня, в принципе, не совсем закончилась. Сейчас я ее просто использую как вот для ногтей. И это вот, если кто не смотрел, там эти октябрьские баночки, там такой кругленький бальзамчик был. Вот он очень похож по вкусу, по виду вот на это вот. Тоже такой желтенький, тоже такой прозрачненький. И тоже такой, как лимонная карамелька. Хотя вот там лимон был заявлен, а здесь у нас грейкфрутик. В общем, вот такое вот оно, оно прозрачное. Не знаю, надо делать вам случай, наверное, надо сделать, да? Хотя у меня кожа такая смуглая и слегка загорелая. За счет, наверное, того, что она смуглая. В общем, вот это вот такое вот. Да, я снимаю при пяти лампочках где-то в шесть вечера. Конечно, утром можно было бы, но утром у меня не было дома. Вот такой вот этот блеск. Кстати, вкусненький такой. Я что-то его когда... И лопаточка очень удобная. Можно с двух сторон мазюкаться. В общем, он, по-моему, полупрозрачный с розовыми блесками, мне так кажется. Или он здесь реально прозрачный, а розовые блески его делают таким полупрозрачно-розовым. Так. Ну, а этот, он, по-моему, реально прозрачный. Только что вкусненький, хоть и желтенький. Да, вот он, прозрачненький. Вообще, на обзор есть на продукты, включая его, у Алены на канале. У нее там, кстати, канал про эти всякие путешествия, очень классный такой. И он у меня... Там вот если тыркаетесь на основную страницу канала, где там всякие видосы, что я там смотрела, на что я лайки ставила, я там вот... Сейчас вспомню. По-моему, справа по курсу там интересный канал или что-то такое. И вот она там есть. Так, это вот чем я сейчас в последнее время пользуюсь. Он 100 лет назад купленный, вместе с тем вот желтеньким круглым бальзамчиком. Это у нас Color Magic, волшебная помадка. В общем, она сама вся такая зеленая. Но тут видно, я думаю, на камеру будет уже такие вот розовые развода. В общем, если ее нанести даже один слой или несколько слоев, она через какое-то время из прозрачной становится таким розовым цветом. И я с ней снимала несколько обзоров, возможно, даже ела на камеру с ней. Потом я ее сейчас юзаю. Уже так больше усиленно юзаю, потому что она у меня так вот, ну, наприлично закончилась немножко, исчезла, мягко говоря. Я ее выхожу на улицу юзаю. Там помойку даже тут повыкинуть. Вот юзаю. Она у меня воспринимается как вот гигиеничка, только вот что со светом. Сейчас я ее куда-нибудь тут зафигачу. И она, кстати, темнеет не сразу. В общем, потом, наверное, буду какой-нибудь еще этот свой сделать. И, возможно, она уже потемнеет к тому времени. Такая вот, пока что она нежно-бледно-розовая. Я ее покупала, по-моему, на Али. Что-то она какие-то копейки стоила. Ну, рублей 60-70, не знаю. Может, ну, как-то так. Может, 50, ну, не помню, честно сказать. Тут 3,5 граммов было. Сантон это какая-то фирма, видимо. Китай, скорее всего. Да, сделано в Чине. Тут даже какой-то чинский город, в смысле, китайский написан. Но я как-то уже за счет того, что она на прозрачном, зеленом, светло-зеленом написана и мелко, я не очень часто разберу. Раньше такие вот. Я даже, наверное, когда-то делала обзор. Или еще что-то. Или у меня там была какая-то видеоколлекция по маты. Или что-то в этом роде. Я говорила, что у нас когда-то в одном магазине был такой маленький лоточек. Там всякая такая дребенение продавалась, включая губные помады. Я помню, покупала где-то, может, в конце 90-х, может, в начале 2000-х. Мне очень нравились там вот именно вот. Может, конечно, не такой фирмы, но именно вот такие, что они сначала прозрачные. Или непонятно какого такого цвета того же зеленого. А когда наносишь, они такие розовые становятся. В общем, у меня такая косметичка, где у меня и лак, и все такое торчит. И, в общем, сейчас я это достану. Точнее, буду доставать. Тут у меня есть пакетик. С самопальными двумя этими блесками для губ, которые на основе теней MaxFactory были сделаны. Но у меня отдельный видок где-то есть. Если кому интересно, полазать, я, наверное, скорее всего, в плейлисте Леля Химик или как-то так. И вот здесь еще воск для губ. Но он пока еще закрыт, потому что у меня пока еще есть гигиенички. Я его пыталась тогда делать с красителем пищевым красным. Но, в общем, в результате краситель весь у меня сошел вниз. Сейчас я даже попробую это вблизи так показать. Из пакетика достану. Вообще, у меня полтора таких вот, даже один и четверть вот такой коробочки. А малюсенькая, там совсем чуть-чуть есть, стоит у меня на компьютерном столе. И я иногда ее юзаю кисточкой. Такой жидкий блеск для губ получился. Мечта идет, так сказать, делать. А этот вот он красный внизу. Не знаю, может, конечно, и до него, если доковыряться, то он там будет красно-красящий. Вот когда доковыряюсь, может, даже запишу или засниму. И куда-нибудь выложу, если засниму. Ну и... Что, тут воск обычный. Там еще что-то. Ну, что уже я не помню, то, если интересно, опять же, ткнитесь на этот, на плейлист Химиколюри. С вотча я не буду делать этого блеска. Он, в принципе, самопальм, мне кажется, не суть важна. Так, вот у меня еще есть отдели, вторая помадка. Первая у меня закончилась, была в пустых баночках. NYX. Что это у нас? Madrid SM LC 27. Кремовая или... Не кремовая, не помню, какая она тут. Кремовая, вроде, была. Помада. Такая вот лопаточка. Я ее тоже юзала, но я ее юзала меньше, чем вот предыдущую. Предыдущая у меня уже заюзалась и закончилась. Помада, кстати, потемнела. Кстати, легко наносится, губы не сушат, мне кажется, даже увлажняет. Она мне очень нравится. И если чуть-чуть подождать, а потом уже можно кушать, да, то она остается на губах и не... Ну, держится прилично так. Вот, кстати, этот розовый потемнел уже. Поерчел, можно сказать. Такой у меня тут разрисованный кулак получается. Я-то вижу, вы-то, наверное, уже нет. Тут вот слегка блестит этот лимонно-грейдфрутовый, то бишь, что это небеевский японский бальзамчик. Так. У меня есть палетка. Я ее где-то в начале года, наверное, этого покупала. По скидке тогда, что-то за 540, что ли, она мне обошлась. И фрашевская. Очень мне она нравится, очень я ее хотела. Жаба душила, но когда была скидка, я ее купила. Тут, в общем, зеркальце, кисточка. Ну и понятно, каким цветом я больше всего пользовалась. И, в принципе, я к ней периодически возвращаюсь. Когда вот настроение под какой-то конкретный цвет. Ну или когда вспомнишь, у меня она, оказывается, есть. У меня есть помада, еще не поверите, от Avon в подарок пришла, когда я там еще что-то заказывала. Экстра ластинг или что-то такое. Такая, вполне себе нейтрального цвета. Да, я не сделала свочи вот этой палетки. Но, я думаю, не суть важна. Если вам нужно, можете сказать там в комментах, Лёля, хочу свочи именно от этой палетки. Там запиши видос, да. Вот такая она, вроде кажется, такая слегка нейтральная. В принципе, легко наносится. Вот таким цветом она выглядит. На губах она, кажется, такой ближе, ну не знаю, как бы нейтральный темный цвет. Сказала тогда, понятно очень. Это у нас, что же тут у нас было, тоталити, чего-то там. И номер у нее был. А номера тут нет, тут, наверное, дата рождения. В общем, она у меня от 21 октября 2015 года. 16, 17, 18. В них же все продукты 3 года живут, да? До 18 года ее можно юзать. Ну, в общем, до тех пор, я думаю, пока она там неприятно пахнуть не станет. Но она пока вроде как не воняет. Так, у меня есть... Вот, слушайте, ему столько лет. Чего я с ним только не делала. И он, газ такой ползучий, никак не закончится. Это у меня от Кельвин Клайна. Блед для губ красненький. Он этот смятый, в общем, он увеличивает объем губ, то, все. Я им рисовала. Ой, на меня капнуло, надеюсь, он отстирается на юбку. В общем, он вот такой красный, сейчас на другую лапу сделаю сводч. Минус у него, он растекается. Если вот, допустим, тепло там и еще что-то, и если его чуть больше нанести на губы, то он растекается. Но так он, в принципе, легко наносится, такой яркий. И он мне пришел в подарок за какой-то заказ на клубнике. Я уж не помню, когда столько они живут. Возможно, у него и срок годности-то прошел, но там писалось, что у него срок годности 5 лет. Я не знаю, у него прошло уже 5 лет или еще нет. Ну, по крайней мере, он нормальный. Я им, когда он меня достал, я им рисовала по акварельной бумаге какую-то морду лица женскую и еще что-то непонятное. Так. У меня тут есть помада Фаберлик от Аленки. Она похожа примерно как вот, ну, под тот цвет, или вот здесь вот такой же цвет примерно был. Она такая мягкая, как говорит Аленка, жирная, но и типа увлажняющая, наверное. Легко наносится, вот так вот выглядит. Сейчас я тут вся такая запомаженная нахрен буду. Я, наверное, еще один видос засниму сегодня. Ну, правда, выложу уже, наверное, пустя, потому что пока одно мотируется, пока другое. У меня есть блеск для губ. Лох-паранойк мне сегодня назвали. Я думала, что когда я его покупала, что он просто, ну, сам по себе зеленый, но по цвету он бесцветный. И, кажется, я Насте Лукьяновой и Аленке такие дарила, вроде с малиной, вроде они должны быть розовые. А этот он такой, по-моему, он зелено-белый на деле. Ну, я его пользовала в итоге, некоторое время пользовалась. В смысле, он у меня лежит тут, типа, как бы в запасах таких запасливых периодически к нему прихожу. Но он у меня, в основном, я его пользую теперь под помаду, потому что я поняла, что он, какой он на самом деле, какого он цвета. И он, кстати, с маслом мятый, и он тоже так вот пощипывает какое-то время. Ну, наверное, где-то он, по-моему, просто прозрачный. Видимо, на губах он ближе все-таки. Такой, не знаю. Какие такие размаленные. Так, у меня еще есть, не поверите, у меня что есть-то. И фрашевская коричневая помада после вскрытия 12 месяцев живет. Ля Гасильи, модель Франция, 3,5 грамма, R313. Какой-то ужасный человек заводит свою машину, я не знаю, слышно это в камеру или нет. Мне так слышно, и она у меня раздражает. И фрашевская коричневая. У меня такой же серии еще вот тоже вот такой вот флакончик был, ну, такие цветочки. Красная была. Я несколько заказывала, 3 точно красных, но красная у них из каталога пропала, или я просто больше не видела, или тогда пропала, когда я ее искала. И мне очень нравилась красная, и мне очень нравилась коричневая. Коричневая у меня уже второй вот этот флакон, но я что-то им... Флакон, да, этот, или тюбик. Я вот что-то в этот раз ее не пользую. Она тоже мягкая, она мне очень нравится. И вот у меня такой, да, вот разброс. У меня раньше был, помню, лет в 17 разброс такой. Или коричневая, или рыжая помада, или бледно-розовая. Сейчас где-нибудь намазюкаю. Тоже довольно легко наносится. Мне кажется, что она увлажняющая. Ну, и вот такой цвет. Хорошая помада, мне нравится. Ну, наверное, была бы она плохая, я бы, наверное, не покупала там это. Я, по-моему, за 200 с чем-то тогда покупала по какой-то скидке. Сейчас они, наверное, дороже уже. Так, еще у меня есть другая помада от Фаберлик. С полу таким, наполовину прозрачная, от Насти Лукьяновой. Все в ней хорошо, но ее надо наносить на блеск. На какой-нибудь бальзам, ну, в смысле на бальзам, потому что она, не знаю, как бы сказать, я в этом не очень врубаюсь в ваших всех помадах. Ну, наносится она хорошо. Ну, вот, кстати, на руку очень хорошо нанеслась. В общем, если губы у вас увлажненные, она нанесется хорошо. Если они у вас слегка в периоде подсыхания, то она будет, в общем, сушить эти губы. И наноситься будет тяжело. Ну, такой вполне очень красивый. Так, у меня кажется, коралловый цвет. Коралловый. Если кто заметил, у Лели теперь браслет на этой руке. Вот, буквально в воскресенье у меня, когда я тайпила, у меня он с этой руки носился, не поверите, три года, девять месяцев и пять дней. И, в общем, я сижу, у меня, тырк, что-то такое. И там, я боялась все время, когда мне подарили родственники на 30 лет, что у меня там этот замочек будет, типа, расстегаться, или еще что-то, замочек тугой. Отличный замочек. У меня перетерлось колечко, вот в этом месте где-то. Мне сегодня за 100 рублей сделали. Ну, в бирюзе у них вообще делают, по-моему, за 50, но я поняла, что там то, что серебряное колечко заменялось, поэтому 100 рублей с меня взяли. 15 минут пришлось подождать, погулять где-то. Ну, суть такая, что у меня теперь вот этот браслет с этой лапы. Чего я вообще перешла к нему? Наверное, я хотела похвастаться, что у меня этот браслет теперь на другой руке, я все-таки живой. Танат. Наверное, когда я буду монтировать, я скумю. Чего я перепрыгнула? Так, у меня есть самопальный блеск для губ. Раньше это был пингвин с блеском в жопе, банановый блеск там был. Это я покупала на Light in the Box, причем, я еще-то не помню, Маша тогда троллила пингвином, она и до сих пор меня пингвин троллит. И благодаря этому пингвину Лёля рекордное количество дней, точнее времени, вообще часов несколько освоила, вела Linux, освоила, как его ставить на комп, и тому подобное. Потому что один товарищ, программист там, на теоретнике, пришел в мой блог, увидел этого пингу и сказал, пингвин, но у него нет домика. Ему, ну, значит, типа, намеком поставь уже этот чертов Linux, да? Ну, и этот чертов Linux у меня теперь везде. И здесь у меня самопальный бальзам с воском, с маслом, не помню чего, но, в общем, тут какао, бельгийский какао, который я приволокла, еще не поверите, осенью 2014 года, купленный на пароме Viking Club, когда мы от Таллина пилили в Хельсинге. Я сегодня смотрела аниме, увидела там такой видос, вид такой, аниме, по-моему, за стеклом или что-то такое. Японист нас вчера, мне по моей просьбе посоветовал. И, в общем, это аниме, и там такой вид, и я сижу, смотрю и понимаю, что вот ассоциация прямо, вот когда есть какой-то такой подъем в Таллине, вот когда вы так смотрите с этого подъема в Таллине, на вниз. Слушайте, короче, у меня почему-то ностальгия по Таллину пошла, хотя сейчас шоу в Таллин слетать, что в Японию, по-моему, по деньгам одинаково. Ну, это и вот, я что вспомнила, вот бельгийский какао, бельгийское какао я покупала как раз в том месте. Он нормально себе пахнет, ни к чему у него там не заплеснило, ничего не использовалось, мне это не испортилось. Но вот немножко его тут, половина, по-моему, осталась, потому что я делала еще какой-то, еще какой-то, это когда я вот только начала этими всякими конкретно так массово делать все эти химические хренатени, свои, ну, в смысле, самопальные эти средства для лица, для там, для себя, уходовые самопальные средства, ну, что всякие там чаи смешивала я уже давно, в смысле тряпки. В общем, вот такой у меня пингвин с блеском в жопе. Так, ой, крышечка опять отвалилась, я вам найти. Окей. А, вот крышечка. Вот так оно выглядело, у меня еще лак такой фирмы был, но, в общем, он у меня ушел к родственникам, и там остался. Красный, ну, в принципе, у меня много всяких красных лаков, благодаря Аленке. Сейчас он на руках какой-то из ее этих, фабериковский, по-моему, красный лак. В общем, это у нас то ли Аме, то ли Ламе, фиг знает, то ли Ламель. Интенс Color Stick. Дикий красный, номер 6. Это я, по-моему, в Улыбке Радуги, может, года полтора назад с Аленкой покупала. У меня тогда закончилась, по-моему, и фрашевская, вот эта вот, по типу, как была коричневая, вот такая вот красная помада, мне очень хотелось какую-нибудь замену именно такого подобного цвета. В общем, сейчас я тут ее намазюхую. Что-то я ее пользовала, пользовала, потом забыла. Ну, я вообще так это, я и про еду могу забыть. Это более красная рука. Тут уже этот, ой, я смазала другой рукой блеск, который сейчас на мне. Тут еще, все еще чуть-чуть блестит японская Невейка. Тут еще чуть-чуть видно, чуть-чуть белеется, билет, парус, блин, одинокий, этой самой, вот этой вот, мятной. Так, у меня тут есть бочонок. Вообще, у меня еще в запасах есть бочонок, но я запасов уж не стала, потому что он вообще еще не открытый. Это таленки, это один и тот же бочонок, только вот тот, который в запасах, он в запасах. Это у нас, хочется сказать, фаберлика, тоже на самом деле, арифлейн, у нас арифлейн, значит, с ароматом меда. Вот, что хочу сказать, вот эти все с ароматом меда, на самом деле, вот если вы потомственный пчеловек, то понимаете, где настоящий медом воняет, а где, может, конечно, там есть какая-нибудь только настоящего меда, но это не тот запах меда, который запах меда. Но это обычный, такой вот бочонки, вы знаете, и доставать даже не буду оттуда. Локти помазать, там, копыта, в смысле, пятки помазать, я его в основном пользую, ну, как блеск для губ, да, там, бальзам для губ, я его пользую в основном, когда у меня нет лака на ногтях, как удобрение ногтей, но лака на ногтях у меня большую часть жизни нет, ну, в смысле, вообще, вот сейчас, чаще всего его нет, я все-таки стараюсь мазаться исключительно, вот, на видосе, но иногда, когда что-нибудь такое клюнет в одно место, клюет очень редко. Что у нас еще есть, там что, для клюма клюлина. Ай, нет, походу. Да, остались, наверное, по калаке. Ну, в общем, вот такой у меня был, сейчас еще раз потрясу, тут вот, обратно убрать. два с половиной самопальных бальзама, блеска, потом блеска от Кельвин Кляйна, красненький, помада Дикий Красный 6, от, хрен знает, как ее, фирму эту звать, АМЕ, там читается, остальное непонятно, мне как-то в камендах писали, как ее читается, но я забыла. От Эйвона, помада, так, Ифрашевская помада, и Ифрашевская палетка, потом, две Фаберликовские помадки, от Аленки Насте, соответственно, самопальный блеск, пингвин с блеском в попе, в попе, хрен знает, какой-то, кстати, оно французское, какой-то фирмы, бальзам, мятный, зеленый, это, это, я, кстати, в Атаке покупала, вообще не помню, почем, но что-то их так убило, мне так прикололо, эти такие вот, яйцеобразные блески, потом, никсовая помадка, кремовая, или как-то так, где-то тут вообще написано, что-то я знаю, да, помада-крем, для губ, мадрид, см, л, ц, 27, с, который типа доллар, фаберликовский бочонок, значит, вот этот вот клиник, еще одна катрис, потом, значит, вот эти два, ну, вот эту я в последнее время, как говорила, юзаю, в общем, такая у меня коллекция продуктов для губ была, если я там это, вы досмотрелись ее до конца, то я не зря саму себя, так сказать, бодрила, чтобы я тут не уснула на камеру, сейчас я, наверное, все-таки запишу еще один видос, только сначала сотру вот эту вот, все, вот эту хренотень, а то, блин, я чувствую себя каким-то этим, не знаю, кем, напомаженным, и надо это пятнышко с клубки удалить красное, то, блин, прям маленький кусочек крови какой-то, Кальвин Кляйновской, в общем, всем спасибо за просмотр, и пока!